какое животное тебе нравится больше рыбки кролики собака кошка хомячок пускай будет кошка потому что более проще ухаживать собака нет но по кошкой она чистоплотнее проще она меньше хомячки вроде миньми мелкие блять ну ходят сука пиздец как корова ты еще навалила сейчас поглядим с вами лепас и сегодня мы продолжаем да продолжаем играть в тесты на очереди у нас бр-бр-бр-бр кто ты из погнали открываем заходим прям сочные то какие а начать тест погнали какой твой любимый предмет школе чередеек я ни разу видел этот мультфильм где-то вроде слышал ну вообще-то как бы чародейство до школа волшебства и так далее чередейки везде слова это ты услышишь но вот чтобы фильм мультфильм такой не особо так мама любим предмет рисование скульптура математика русские география скажем так никакой то есть на самом-то деле мне нравится все по чуть-чуть то есть разное время например когда-то мне нравится математика до какой-то момент какой-то степени этом бах не нужно не нравится там бах она опять нравится потом опять бум и нравится то есть я не могу ответить на этот вопрос скульптура всем нравится в да не особо скажу так например ходить в ту же качалку намного было интереснее жилья эту физкультуру вонючую потому что на физкультуре что мы делали ладушки 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 а ладушки вот такую хуйню мы делали мы делали там какую-то зарядку зарядку для долбоебов понимаешь вот это вот не нравится мне сразу скажу тебе мы на трешах где был где занимался это рукопашный бой например если там взять зарядку да ну то разминка разминка тонн там было намного сочнее намного эффективнее намного жестче то есть она была то что как бы она импульсивная такая ну хорошая такая ты сразу ту 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 уже на бодрячке хорошо чувствуешь а там зарядка такая там там не спотел там а там спотел и такой ух бодренький хороший чувствуешь себя хорошо а ты мне не знаешь зарядка такая же прям вот так просто делаешь я не знаю ты вот и погибаешь просто ты сразу умираешь ты никакой не бодренький ты там сразу умираешь падаешь в землю полу и зарываешься как страус там тебе закапывают сразу закидывать цементом ты ничего не можешь уже сделать. А впереди что у нас? Разделяемся, разделяемся на пары, потом разделяемся на команды, играем в футбол, играем в баскетбол, ебошим в то, ебошим в это. Заебись! Откуда мне силы взяли? Из другой вселенной, блядь? Параллельной реальности? Или, может быть, с космоса, или, может, на солнце посмотреть, оно мне дать энергию, блядь? Может, я поем солнцем и, блядь, заряжусь энергией, а? Ну, нихуя, блядь. Первый вопрос уже пиздец. Мы в тупике, блядь. Супер. Ладно, я отвечу так. Скажем так, мне нравится не сам урок русского языка, мне нравится сам русский язык, то есть его произношение, сама его как бы, ну, как бы не то, что история и прочее, а ему сам русский язык, просто именно русский язык. Ну, как бы прикольный, мне нравится. Математика. Мне нравится считать. Я, например, играл в бокер много, там много считать, там много вычислений и так далее, то есть умственная вот эта вот считалочка, это все прикольно. Мне это тоже нравится, поэтому пускай будет математика, бы она более такая интереснее, ну, элитнее. Но я не особо учился хорошо в математике, да, скажу честно. Я был нубом, но я старался где-то, когда-то, где-то нет, где-то на двойке там выходил, да, но где-то старался, потом бах, учитель такой, ебать, нихуя, у тебя, блядь, четверка, пятерка, блядь, как ты так, как ты так умеешь, что-то, что происходит? Потом бах, ты на следующий год уже двойки, тройки, она такая в шоке, потом такой бах, и справляешься снова. В разное время по-разному, где-то, блядь, плохо, где-то это, я не вру, я не это, не хожу вокруг да около. Все это было. Твое любимое время года? Осень, лето, весна, зима. Все одинаково нравятся. Знаешь, со временем просто я не понимаю. Мне нравится атмосфера зимы, когда ты, скажем так, в тепле и уюте дома, да? Осень, то же самое, по сути. Мне нравится иногда выходить зимой, поиграть, но в основном, если работаешь зимой, ты пиздец, как холодный, пиздец, как хреново, слякать, повсюду грязь, и это прочее, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ты работаешь, да? Ты вот видишь все это. Ужас. А весна? Скажем так, из всех всегда мне нравилась весна. Если я с остальными немножко неразбериха, то если они мне нравятся, то нет. То лето то жаркое, то прикольное, можно покупаться, можно походить там, но все равно жарко очень сильно, то весной ты просто расслабляешься, ходишь, мосферишь. Весной расцветает все. У сердца тоже. Любовь пыхтит повсюду. Ты прям таешь от всего. Я скажу так, весна это самое сочное время года. Я люблю весну. Я убираю весну. Ступай в весну. Только... Ты часто споришь с мамой? Только в редких случаях, постоянно, никогда, достаточно часто, периодически. Ну, смотря каким тоном. Можно сказать, если поправляешь, да, например, ее, или что, то, можно сказать, периодически, может быть. А если прям уж жестко-жестко, то это очень-очень-очень редко было. И то давненько. Очень давненько. В детстве там, да, например. Я не могу сказать прям ответ. Но пускай будет только в редких случаях, потому что я не могу сказать, ну, понять вопрос, как именно ты споришь. Как я уже сказал это прежде. Тебе сложно ухаживать за домашними животными? У меня их нет. Нет, да, у меня есть питомцы, но ухаживают родители. В основном ухаживают родители, но я помогаю. Скажем так, пускай будет вот это. В основном ухаживают родители, но я помогаю. То я ухаживаю, то родители ухаживают. Например, сейчас у меня одна кошка, да. В данный момент, по сути, я ухаживаю. И, ну, там, убираю хоршок, там все дела. Но иногда и бабушка тоже. Как бы, там, покушает, даст, там еще тоже сварит и так далее, и тому подобное. То есть, ну, по сути, мы как бы вместе. Что она, что я? Ну, 50 на 50. Пускай будет вот это, скажем так. Какое описание? Например, если было бы как-то это сложная херня, типа хомячки и прочее, но это было, я бы не заводил, потому что это, релье, вот это муторное, не очень. Какое описание больше подходит тебе? Уверенный лидер, творческая личность. Я уже было, помню, рассказывал это про в одном из тестов, что я не могу себе дать такое вот описание. Это должен сказать кто-то другой. Ты для себя всякий. Помню, мы сказали типа другое, там было что. Не другое, но тут другое есть. Отлично. Что-то разный, по-моему, там был ответ. Разный, то есть всегда меняющийся, да? Поэтому, королева класса. Ха-ха, королева класса. Что-то я тут не про, не чародеек. Какой-то тест другой совсем. Пускай будет другое. Какой силой ты бы хотела обладать? Абсолютной энергией, управление водой, генерирование пламени, флорокинез, аэрокинез. Типа, летать, да? Типа, а это, это этот, флорой, да? Управлять. То есть, всякими растениями, животными, и так далее. Флорофауна, и так далее. Ну, это как телекинез, да? Аэро, типа, птицами, что ли? Или что? Или летать просто? Аэрокинез. Ну, типа, телекинез, управление предметами. Флорокинез, управление природой. Аэрокинез, управление воздухом. То есть, летать, по сути. Ну, если честно, ну, если выбор из этих брать, да, не будем придумывать ничего другого. Мне просто сейчас впадло, потому что уже 6 из 13, надо побыстрее. Быстрее, чик-чик-чик-чик-чик. Все готово. У меня много просто всего. Ладно, все забей, заткнись, Артем, хватит уже пиздеть про не то, что надо. Так, какой силы ты бы хотел обладать? Значит так, пускай будет пламенем. Мне прикалывают в пламя. Хотя, знаешь, мне все здесь нравится. Все по-своему. Но я в основном представлял себя огненным человеком. Пламя, похитаю, раскидываю всех огнями, шарами. Пускай будет пламя. Как думаешь, какая из тебя получится подруга? На самом деле, можно было там много чего обсуждать про этих способностей, так далее, но я не буду. Может быть, как-то на стриме, но не сейчас. Я говорю, можно хоть два часа, хоть целый день обсуждать. Но я же не буду сейчас это все записывать. Я надеюсь, что хорошее. Опять же, я не могу сказать, где другой вариант, ответ. Есть другой, нет? Не знаю. У меня нет друзей. Могло быть и получше. У меня трудности с доверием к людям. Могло быть и лучше. Выберем этот вариант. Чисто так, по фану. Я не знаю, что тут выбрать. Тут ответа нету того, что я хотел. Другое, типа, или кто-то все. Разная личность, или как там. Короче, будем то еще стервой, оторвать, короче, дрянью, падалью, которая вечно все презирает и подставляет коварная сучка, короче, в общем. Лепац в третьем лице себе. Какое животное тебе нравится больше? Рыбки, кролики, собака, кошка, хомячок? Пускай будет кошка, потому что более проще ухаживать за ней. Собака нет, но по кошке она чистоплотнее и проще, она меньше. Хомячки вроде мелкие, блядь, но гадят, сука, пиздец, как корова ты еще навалила. Какую музыку ты слушаешь? Поп-музыку, рок, хип-хоп, классическое произведение, любую, любую, так, любую. Ну да, все верно. Я любую слушаю. Какое у тебя хобби фотографирует, рисовать, слушать музыку, читать книги, кататься на велосипеде? Не могу ответить, скажем так, хобби может быть много, не может быть, чтобы одно хобби было. То есть, это развлечение, интерес, там, да, вот, ну, как бы, многие делают, многие думают, что, ну, то есть, считают, точнее, не думают, а считают, что слово хобби, как бы, может быть, это не право, я не осуждаю, ничего не это, может быть, я не прав, что именно хобби, это как вторая твоя суть, то есть, например, ты хочешь в жизни быть и тем, и тем, но ты не можешь, ты должен выбрать, что основное, а второе будет считаться, как хобби. Но я не могу тоже выбрать из этого всего. Здесь нет того, что я бы хотел ответить, но из всего того, что, ну, я бы хотел много чего ответить, но пускай будет, мне нравится вот это и вот это, скажем, из всех этого, да, фотографирует тоже прикольно, но впадло там много чего заморачиваться, пускай будет слушать музыку, читать не я люблю, но слушать музыку больше, все любят слушать музыку, конечно, твое любимое блюдо, мороженое, птица, плядь, птица, птица, млядь, конечно, птица-говорун, отличается, которая умом и сообразительностью, которая прыгает тебе просто сразу на тарелку, и ты ее сжирешь, фрукты, шоколад, бургер, скажу так, я уже отвечал на этот, здесь опять же, нет того, что я хотел, уже такой вопрос был, но я отвечал фрукты, я отвечу здесь, потому что фрукты более полезны, более интересны, какой камень твой любимый, бирюза, аметист, янтарь, слушай, например, не все знают, какой камень из этих вот предложенных выглядит, я тоже не могу ответить, потому что, например, янтарь желтого цвета, такого желтоватого, желто-оранжевого, типа того, аметист, фиолетового, если не ошибаюсь, бирюза, бирюзового, но опять же, розовый кварц, ну то есть, можно сказать, типа розовый, да, заебись, но кварца, в любом случае, он чем-то отличаться должен, от чего-то там розового, вот поэтому, я не помню, как кварц особо выглядит, то ли он сверкает, то ли что, я не помню, горный хрусталь, ну хрусталь, прозрачность, тоже опять же, хрусталь же разный бывает, а тут горный, так, кошки надо дверь открыть, сейчас, секунду, так, ну, я выберу, пускай будет аметист, пускай будет аметист, твой любимый цвет, розовый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, мне нравится вообще зеленый, ну а всем же девчатам, нравится зеленый, ну я выберу зеленый все равно, хотя розовый, это тоже прикольно, ну то есть так чисто, ты таранье, знаешь, мне кажется, ответ, то есть кем ты будешь, да, заключается в последнем ответе, то есть кем ты будешь, да, это заключается в последнем ответе, выберу я зеленый, выберу я розовый, другой, выберу я красный, другой человек уже будет, то есть просто там уже все расфасовано, она все остальное насрать, ты стараешься быть спокойной, Часто бываешь, я не знаю, кто такой таранен Ну не насрать Бываешь задумчиво, но при виде несправедливости Ты сразу вспыхиваешь У тебя была удивительной способность Понимать окружающих Хотя возможно это Из-за способности В каком-то из вариантов вопроса Там есть просто Считаешь, что на то, кем ты будешь В дальнейшем, потому что там явно разделены Таланты, ты выберешь это, значит ты будешь Той, ты выберешь это, значит ты будешь той Логично, логично, все Ничего такого придумать не надо, можно сразу Заранее предугадать, кем ты будешь Отвечая на вопросы, просто зная Вот этот мультфильм, сразу же знаешь, кем ты будешь Я не знаю этот мультфильм Я не знал, кем я буду Ну а я вот эта вот горная сучка Что довольно неплохо Ммм Правда, жопа какая-то У нее не подкачанная Херово Так, ну волосы у нее какие-то тоже стрёмные А что это такое, что это за Параша у нее сзади там Висит, ладно, хер с ним Ладно, уже будем заканчивать Потому что кошка уже добра оторвется Всем до скорой встречи С вами был Лепат, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok